Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Семейный доктор» Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев Сегодняшний эфир у нас прямой И, пожалуйста, звоните, потому что сегодня мы должны с вами обсудить те проблемы, которые у вас накопились В силу того, что со следующей передачи, наверное, передачи 2-3 Я вам буду рассказывать, скорее даже диктовать вторую часть программы по ревматоидному полиартриту Так что мы с вами вступление все сделали, первую часть все сделали Все вроде как опасения, которые могли в этой ситуации возникать, обсудили Ну и теперь нам надо с вами следующую часть программы обязательно расписать И вот этим-то мы и займемся буквально со следующей передачей Тогда я никаких звонков и никаких вопросов от вас принимать не буду Я очень надеюсь на то, что вот прошлая передача с участием доктора медицинских наук Профессора Коновалова Геннадия Александровича не прошла мимо вас даром Потому что нынче время такое и ситуация такая, что, к сожалению, вот этих вот тяжелейших заболеваний человеческих Становится все больше и больше Я имею в виду в первую очередь круг аутоиммунных проблем Он как бы расширяется уже просто, ну как бы начинают немножко, врачи уже немножко озабочиваться именно этим Именно этим, так сказать, вот все больше и больше и больше и больше количество людей входит вот в эту самую категорию чрезвычайно тяжелых проблем И мне кажется, что имеет смысл нам с вами вот для этой цели, как нам вот в этой цели быть и как себя защищать в этой цели И еще раз, и может быть даже не один, пригласить Геннадия Александровича Помните, ведь самая-то главная проблема, как выясняется, это ксенобиотики Это те самые вредные для нас с вами вещества, которые мы получаем с водой, с пищей, из воздуха В силу того, что у нас с вами с точки зрения экологии совершенно необеспеченные жилища, в которых мы живем Вот это все и приводит к тому, что уровень вот этих вот высочайших нарушений в нашем организме растет И, естественно, мы с вами должны разобраться в самой главной на сегодня проблеме Потому что, ну, чтобы мы там не говорили, но сердечно-сосудистые заболевания сегодня занимают первое место И первое место не только по количеству этих наших неприятностей, но еще и по качеству То есть, это самая угрожающая для нас с вами категория И в силу того, что проблема холестерина сегодня до конца не выяснена Не выяснена В мире, наверное, сегодня, в мире, я говорю не только в России, но и в мире Да, практически половина специалистов, которые занимают, кардиологов, которые занимаются Проблемами нашего с вами здоровья с точки зрения состояния сердечно-сосудистой системы Утверждают, что холестерин не вреден, а наоборот Для людей, у которых, так сказать, складываются достаточно тяжелые проблемы, связанные с состоянием сердечно-сосудистой системы Холестерин во многом помогает выжить И ровно столько же половина специалистов, которые занимаются такого рода проблемами Утверждают, что холестерин вреден, и от него надо как можно больше избавляться Но при этом и те, и другие утверждают, что без холестерина мы с вами жить не можем Что холестерин нам нужен для того, чтобы жил наш мозг Холестерин нам нужен для того, чтобы наше тело формировалось, очищалось С тем, чтобы, так сказать, нарождающиеся молодые клетки имели тот материал, из которого они должны родиться Это все холестерин Понимаете? Поэтому есть хороший холестерин, есть плохой холестерин Это уже как бы признанно И вот как выясняется, есть особые фракции холестерина Значение которых невероятно высоко Вот те, кто смотрел прошлую передачу, наверное, запомнили Геннадий Александрович говорил о так называемом липопротеите L-маленький Да, вот так он звучит Липопротеит L-маленький Оказывается, если его убрать из плазмы крови То тогда очень многие, так сказать, нарушения, связанные в нашей сердечно-сосудистой системе Уходят как бы сами собой То есть происходит такой регресс, что ли, заболевание Не прогресс, а регресс, обратное развитие Вот это вот отрицательное то, что называется динамика И вот это вот, конечно, для нас чрезвычайно важно И вот для этой цели я тоже хотел бы еще раз пригласить Геннадия Александровича С тем, чтобы мы с вами достаточно так хорошо, внятно понимали, что это такое и как с этим быть Но самый-то главный пафос, ради которого-то я и приглашал к вам Геннадия Александровича Заключается в том, что на первый план и в этих, ну, казалось бы, абсолютно современных уровнях, технологических уровнях врачебного дела Опять на первое место поползают проблемы очищения организма Очищения организма И вы понимаете, вот к этой проблеме детоксикации, очищения организма, освобождения его от накопленных неприятностей Да? К этому приходит все большее и большее количество специалистов в самых разных областях медицины Алло, я слушаю. Звонок Да, да Да, да, да Алло День добрый Анатолий Юрьевич Ау Здравствуйте Здравствуйте Это из Грозного вас беспокоит? Да, да Я три года вас слушаю, случайно нашел канал, и вот у меня были проблемы с сердцем Да Начальные, первые, чуть-чуть, и воду начал пить, и все как-то прошло Ну вот как здорово Я готовился к этим программам вашим, оздоровителям Заказал в Москве, там нигде не нашел эти лекарства Ну да А потом позвонил, мне сказали, спитяли в магазине, вот сейчас я жду Вот должен получить все эти компоненты Хорошо, хорошо Вот я что хотел Вчера, буквально, никогда у меня такого не было Буквально резко, не стало ни сего, сердце что-то сильно начало болеть Минут пять я побледнел И никогда такого не было Ну и сейчас, мне можно сейчас начать эту программу, не смотря на это? Я не хочу ходить в больницу, там проверяться, потому что там у нас здесь ничего такого не определяет Не определяет врач ничего такого Скажите мне, пожалуйста, вот это было что, резкие такие перебои? Что это было? Или это просто боль? Боль какая-то, никаких перебоев У меня вообще пульс, давление, все нормально у меня Все было нормально Всегда у меня пульс даже 42 был, я спортсмен когда-то бегал, поэтому у меня Вы знаете, что это вполне возможно просто элементарный авитаминоз Как-то не странно, вот я столкнулся с такой проблемой, вот в последнее время Очень много людей, у которых как бы спад сердечной деятельности, да? Они как-то немножко теряют силы, появляются какие-то неожиданные боли, связанные с весенним авитаминозом Я даже удивляюсь, понимаете? Поэтому я бы вам, знаете, что посоветовал вот здесь Это просто как помощь такая Нерафинированное, нерафинированное или льняное, вот холодного отжима масла Или льняное, или можно хлопковое, если, так сказать, у вас будет Можно кукурузное, но лучше всего все-таки льняное, холодного отжима Я знаю, что и в Чечне это масло есть, я это знаю просто Понимаете? И в России оно есть Это будет очень хорошая профилактика По одной чайной ложечке, да? Можно с едой, не обязательно, в рот и все А можно просто чайную ложечку масла в рот и немножко рассосать Но не сосать, а вот подержать во рту И запить чистой водой, больше ничего Один-два раза в день Очень неплохо будет Спасибо И второй момент Анатолий Это прошло, я буду сейчас заниматься программой, вот как только получу Может быть, это от того, что я в воду пью много А кураги забыл покушать Может, я сейчас буду, я курагу купил А, все понял, все понял, да, да, может быть и так, да Поэтому можно мне заниматься вот этой программой, не обращаясь никуда? Конечно И еще один вопрос, Анатолий У меня двое пацанов Двойняшки Я вас поздравляю Спасибо Один из лет, каждый весной уже начались Глаза краснеют, аллергия у них Вот возил я, куда только не возил Они что-то выписывают, но толку никакого А что там тоже может Эти вовлетки, ванны или что-то там может быть Очень было бы хорошо, вот понимаете, я не один раз рассказывал Для детишек, 11 лет, вы сказали? Ну да Значит, очень для них это хорошо Значит, несмотря на то, что вы в Чечне живете, горный воздух и вода горная, все, так сказать, хорошо Знаете, очень хорошо делать такие насыщенные солевые ванны Очень хорошо для них Не горячие, а комфортные, когда им будет приятно в них просто лежать Значит, нужно будет делать так 40 грамм, смотрите, 40 грамм соли на литр И вот, и в эту ванну, в эту же воду Добавлять шунгитовую пыль Она сейчас есть, так сказать, вот в магазинах здоровья, так сказать, ее довольно много Шунгитовая пыль Но только, пожалуйста, надо следить вот за чем, чтобы шунгит был карельского происхождения Карельского? Карельского, из Карелии Ага, ага Понимаете, потому что есть шунгитов на земле довольно много Но отличие заключается в том, что в карельском шунгите присутствует некий такой элемент, который называется фулерен Он невероятно активен Я это вам рассказываю не для того, чтобы вы запоминали Да, вы просто под действенность понять этого минерала надо И я почему об этом говорю? Потому что под Питером есть санаторий детский, специальная чайка Давно, я надо сказать, там был, правда Где детишки-аллергики в шунгитовых ваннах с шунгитовыми там всяческими другими приспособлениями на шунгитовой воде Совершенно замечательно уходят от аллергии, понятно? Анатолий, извините, сколько добавят в эту ванну шунгитовую пыль? Вы знаете, что ее нельзя как вот на вес добавить Она в мешочках таких, а если не в мешочках, то сделать мешочек Такой немножко редкий Этот мешочек вы опускаете в ванну, и его немножко надо пожать там Вода становится совершенно черная Вот этого достаточно, этого мешочка хватит надолго Его потом подсушить, проколотить как следует, и снова будет готово Это, понимаете, шунгит это сорбент с одной стороны, очень мощный Он выбирает из этой воды грязь оставшуюся, в том числе и возможные аллергены Во-вторых, что делает шунгит? Он очень бактерициден Поэтому там никакого дерьма вот такого, извините за грубость, не будет развиваться вот в этой воде Одновременно вот это вот обмывание кожи шунгитовой водой Очень хорошо убирает патогенный микроорганизм из поверхности кожи Кожа очищается Это очень важно при аллергии С тем, чтобы у нас никаких мокнутей не было, там никаких высыпаний и прочее Понятно? Вот это очень хорошо Да Все понятно Только сколько ванн и сколько продолжительность Хаваш, продолжительность должна быть где-то около 15 минут Заставлять ребенка там по 30, по часу мокнуть в этих ваннах не нужно Минимум 15, ну до 20 минут До 20 минут, больше не надо Самое главное И сколько таких ванн? Вы знаете, что ванн может быть и 5, и 10 На мой взгляд, нужно провести месяц Вот этот физиологический срок наш с вами, да, 24 дня Вот это, значит, этих ванн должно быть 12-15 12-15 Делать ванны Через день Через день Через день Чаще не нужно, потому что тогда мы немножко кожу подставляем Но и реже не нужно, потому что надо вот этот вот кислотно-щелочной баланс на поверхности кожи Надо держать Большое вам спасибо, Анатолий Иванович Да ну что вы, на чем же На чем же Так Вот это вот, кстати сказать, наверное, надо было об этом обязательно поговорить нам с вами В силу того, что весна, это всегда обострение И обострение связанное с, в том числе и с аллергиями Я хотел бы напомнить вам одну технологию, о которой мы с вами говорили Да, нам для этого не надо ничего не покупать, нигде ничего взвешивать Самое главное, все присутствует у нас с вами Это кровь, наша собственная кровь Я бы очень советовал бы эту вот процедуру сейчас Ну, по крайней мере, людям, у которых там, так сказать, есть некая одышка Если это не связано с состоянием сердца Да, а вот скорее с такими какими-то бронхоявлениями, да Не очень понятными, когда вроде и бронхита как-то такого нет И в то же время как-то нам с вами не очень комфортно Как правило, это вот возможное явление, которое возникает в связи с обострениями на аллергию Да, в такое посталлергическое состояние Поэтому, так сказать, вот здесь вот можно вот эту вот схему нам снова применить Схема, связанная с аутоназодами Тогда, когда мы с вами берем пузыречки Отсчитываем в эти пузыречки по 99 капель водки И пользуемся капелькой своей собственной крови Сейчас я отвечу на звонок, после этого я вам расскажу Алло, алло Алло Здравствуйте Да Скажите, пожалуйста Вот мне поставили диагноз Идиопатическая тромбоцитическая пурпура Да Значит, лечение назначили преднизолом, то есть гормональные препараты Да Да При пью его, при снижении препарата снижаются тромбоциты В крови снова понижаются Понятно Если варианты влечить, то предлагают удаление телезенки Как вас зовут? Василий Василий Василий, к сожалению, так сказать, вот заболевание, которое у вас есть Ну, оно как раз относится вот к тому классу аутоиммунных заболеваний И я очень бы советовал вам обязательно попробовать проконсультироваться с вот Геннадием Александровичем Коноваловым, который был у меня в прошлой передаче Думаете, если и есть путь излечения от вашего заболевания, излечения Или, по крайней мере, создание такого стойкого состояния ремиссии То это вот в этом направлении экстракорпоральных методов лечения Понимаете? Я вот, видите, сразу как бы перебрасываюсь на авторитет замечательного доктора Я имею в виду Геннадия Александровича Коновалова Ну, потому что специалистов, которые занимаются такого рода проблемами, к сожалению, в России невероятно мало Невероятно мало И мне кажется, что это тот путь, который поможет Это аутоиммунитет Поэтому, когда в прошлой передаче Геннадий Александрович говорил о так называемом иммуноглобулиноаферезе Вот это та самая ситуация Антонина Александровна вам подскажет координаты, как обратиться в клинику и поговорить по вашему поводу Я бы на вашем месте это сделал Потому что от преднизолона вы отказываться не можете Это, пожалуй, на сегодня Ну, вот это самый сильный препарат, который хоть как-то сдерживает развитие вашей болезни Советую вам поступить вот таким вот образом Как сказал Это очень серьезно Друзья мои, значит, дальше мы с вами договорились Мы с вами берем эти пузыречки, вот маленькие, типа пенициллиновых Накапываем в каждой из этих пузыречков по 99 капель водки А в самой первой пузыречке на нем мы пишем циферку 1 Это первый номер Да, мы из пальца берем капельку крови и капаем туда Десять раз сильно встряхнули И перенесли, взяли капельку из первого пузыречка, перенесли во второй Тоже сильно встряхнули, перенесли в третий И так до 12-го Всего нам нужно с вами 12 пузырьков Вот это классическая схема, которую пользуются немецкие врачи Мы как-то с вами об этом подробно говорили Именно 12 номеров И начинать надо пользоваться с 12-го номера Включая четвертый, по четвертый включительно С 12-го по четвертый Как нужно пользоваться? Вы принимаете вот этот гомеопатический аут Вы принимаете два раза в неделю Всегда в одно и то же время Всегда натощак по пять капель под язык Вот это такая профилактическая мера Профилактическая программа при таких вот выраженных аллергических состояниях Это очень важно Причем вот эту схему можно повторить Тут у нас всего лишь с вами получается 12 недель Потому что каждый пузыречек это одна неделя Вот вы взяли 12-й номер Два раза в неделю приняли и отставили его Следующий у вас будет 11-й, 10-й и так далее Потом две недели надо сделать перерыв И через две недели можно повторить уже с новой капелькой крови Повторить эту схему Значит, друзья мои, в силу того, что это своеобразный способ Аутогемотерапии То вы должны быть очень внимательны К тем проявлениям, которые у вас будут возникать Потому что возможные обострения связаны даже не с сопутствующими А иногда эти обострения, которые возникают у человека Они показывают настоящую причину того, что с вами произошло Вполне возможно, что даже не аллергии Вполне возможно, что это какие-то мощнейшие нарушения метаболизма Обменных процессов могут быть Это могут быть, так сказать, затаившиеся воспалительные процессы В почках, в печени Вот эта схема, ко всему прочему Кроме того, что она антиаллергическая Она еще, ко всему прочему, является таким своеобразной диагностической схемой Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны Помереть здесь, так сказать, вроде не отчего Отравиться тоже нечем Понимаете, пять капель водки на один прием Вот это, пожалуйста, имейте в виду Ну и плюс вот те самые шунгитовые ванны, о которых я говорю Причем эти ванны, безусловно Я-то наблюдал в медицинской практике их И в больнице Мечникова в Санкт-Петербурге И вот в этих санаториях Черная речка, детский санаторий Чайка Вот И они эффективны и для взрослых, безусловно Вот сочетание вот такой вот антиаллергической программы Связанной с аутоназодом Плюс ванны с применением шунгитовой пыли Вот они домашние Вот они, так сказать, могут вас очень серьезно защитить И от приближающегося полиноза Понимаете, может быть, прямо сегодня Начинать эти ванны Помните только, что ванны надо делать обязательно с большим количеством морской соли Морской соли 40 грамм на литр 40 грамм на литр Вот такая пропорция Я бы еще иногда, даже не иногда, во все эти ванны при проведении Добавлял 3-4 до 5 капель йода Ну это в зависимости от объема ванны В зависимости от вашей массы Если вы человек массивный Так сказать Ну с таким Может быть даже и избыточным весом То здесь, конечно, нужно немножко побольше То есть вот 4-5 капель йода на ванну Это, по сути, опять получается гомеопатический раствор А мы с вами знаем, что как раз Самые маленькие дозы оказываются самыми эффективными Вот об этом мы с вами и не будем забывать Так что вот такая вот вещь О которой мы с вами должны будем договориться Я еще раз хочу вам повторить Что со следующей субботы Я начну вам диктовать то, что называется Скипидарной частью программы по восстановлению При ревматоидном поле артрите Будьте, пожалуйста, к этому готовы Ну а сейчас у нас с вами будет не очень большой перерыв Буквально 5 минут И через 5 минут я снова начну отвечать На ваши вопросы Телефон суда в студию 727-12-49 Последнее замечание У меня лежат два письма Так сказать, вот я уже как-то обещал на них ответить Я на них ответил, ответ послал И в Амурскую область И в Приморский край Так что, пожалуйста, я свое как бы обещание выполнил Друзья мои, но это исключение Это не правило Я, к сожалению, великому При всем моем желании Или нежелании При всех своих обязанностях Я никогда не смогу ответить на то количество вопросов и писем Которые ко мне приходят Не могу Друзья мои, не могу Это невероятное, так сказать Невероятное количество Не говоря уже о том, что зачастую очень трудно понять Вообще, что же там у человека произошло Уж извините меня, пожалуйста Ну а сейчас у нас с вами маленький перерыв Продолжение следует...